Уважаемые коллеги, меня зовут Дмитрий Таран и я хочу обратиться к вам с достаточно интересной и очень приятной для нас новостью. Дело в том, что в 2009 и в 2010 году мы сняли первую пробу крымского продюсирования. Мы сняли первый художественный фильм, сценарий которого написан крымчанами. Весь съемочный процесс проведен в Крыму. В кадре были только крымские актеры. И вот этот факт, это была первая проба пера, когда мы совершенно не опирались на материковые ресурсы. Фильм называется «Нормальных мужиков не бывает». Когда ты себе уже бабу найдешь? И после твоей науки теперь всегда нашу бронежилет. А за угрозы на острова будет десяточка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, это очень нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это приключенческий боевик о ветеранах советских спецслужб. Ну, военной разведке, скажем так. Которые, так сложилась судьба, оказались гражданами Украины. Они жили в Крыму. И по роду деятельности у них на руках был компромат на отдельных деятелей НАТО. А поскольку Украина очень активно двигалась в направлении НАТО, то они имели полное представление о том, кто пришел в Киев в качестве куратора от НАТО. И для того, чтобы избавиться от этих достаточно нежелательных свидетелей, западные спецслужбы дали команду на ликвидацию наших главных героев. Мое сообщение, новость заключается в том, что крымская киностудия детских и юношеских фильмов «Ласточкино», кадровый состав, который, собственно говоря, тогда и начинал наши пробы пера. Мы приступили к разработке сценария продолжения фильма «Нормальных мужиков не бывает». Аркадий Андреевич, что дальше-то делать будем? Мужики, а дальше я буду спасать свою шкуру? И это уж точно не ваша история, так что вы можете смело отойти в сторону. Нас тут нарисовали уже так, что в живых не оставят. Игорь, ты должен понимать, что речь идет не о зарплате в две штуки баксов, а о жизни и смерти. Ты хорошо подумал? А что тут думать? Тут думать-то нечего. Вов, ну это точно не твои дела. Ты можешь сейчас смело отойти в сторону, потому что будет очень жарко. Аркаша, за кого ты меня считаешь? Даже если бы здесь были бы и бандиты, я бы вряд ли бы соскочил. А так как тут наши друзья из НАТО, Аркаша, я 20 лет об этом мечтал. Не лишай меня удовольствия. Ладно, поехали. У меня есть идея. Поехали. Ну, сейчас. А что за девушка с тобой сегодня была? Да вот, сегодня познакомился. Нормальная девушка. И что делать теперь будешь? А теперь ничего. Надо подальше от нее держаться. Ей наши проблемы совсем не нужны. Аркадий Андреевич, а сколько же человек-то хочет вашей смерти? Гоша, я думаю, от трех до пяти, не считая исполнителей. Ну, что, я думаю, надо заняться ими персонально. Выбор-то невелик. Либо мы, либо они. Дело в том, что этот фильм, несмотря на то, что он делался, ну, как бы, в первый раз, очень многие вещи мы делать, ну, реально, не умели. Мы не умели заниматься цветокоррекцией. Мы писали звук интуитивно по ощущениям. Фильм получился с технической точки зрения, в общем-то, вполне смотрительный, но мы до сих пор не продали его на каналы. Однако, тем не менее, существует несколько фан-клубов нашего фильма. И вот тот факт, что мы начали написание сценария продолжения, мне кажется, достаточно знаковый момент в развитии крымского кинематографа вообще. Сценарное бюро Крымской киностудии детских и юношеских фильмов уже набросало общую концептуальную основу продолжения. Речь, безусловно, идет об этом натовском офицере, который в 2010 году по приезду в Киев дал команду ликвидировать свидетелей, которые знали его лично. А это связано было с наркотрафиком в Европу. И вот события фильма будут происходить летом 2010 года. Это еще задолго до Крымской весны. Однако этот фильм покажет, что даже тогда люди, военнослужащие, жители Крыма были носителями русской самоидентификации. И это было фундаментом того, что они делали. Фильм мы планируем запустить в производство уже в начале осени, в сентябре-октябре. Все наши герои живут в Крыму. Это граждане Российской Федерации. И, в общем-то, пожелайте нам удачи. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Ну что, Аркаша, рассказывай, что там случилось в вашей гребаной нерусской конторе. В Украинской. Давай. Давай. Я сижу здесь депутатом местного совета. Вообще, я сотрудник отдела по вопросам ПДЧ НАТО в Украине. Я всегда считал тебя порядочной сукой, которая присягнул Союзу и Украине. Америке еще не присягнул. Но ты тоже служишь охранником, кому попало. Давай не будем об этом. Да почему не будем? Ты меня выслушаешь или нет? То, что ты антиукраинский ревеншист, я знаю давно. Да, я, в отличие от тебя, 20 лет прослужил по специальности в Киеве. Вова, твою мать, Союза, страны, которой ты присягал, уже нет давно. И давай закроем этот вопрос. Ты меня выслушаешь? Я тебя выслушаю, полковник Рождественник. Но сначала выслушай меня. И та страна, которой я присягал, ее развалили очень конкретные вещи. Во-первых, это деньги таких же разведчиков, как мы с тобой. На эти деньги купили высшее руководство в самый ответственный момент. Это высшее руководство нас продало. Я бы застрелил, сука, каждого. Эти нерусские разведчики захватили все органы управления в стране. Они не русские, а мы русские. Я украинец. Я родился в Киеве. Ты, сука, оболонец. Район такой. Когда ляхи нагибали твою землю, оно называлось Великое Княжество Русское, была Московская Русь и была просто Русь. Так вот ты, сука, из просто Русь. Мне мелко так блехать не надо. Пусть по телеку брешут. Ладно, не буду. Именно поэтому я уже 20 лет не служу. А ты служишь потенциальному противнику, которого ты должен мочить. И именно поэтому они никогда тебя не признают своим. Ты все сказал? Нет, не все, но почти.